Все, что растет на грядках, может быть опасным для здоровья. Конфликт огородников перерос в настоящую войну. На участке одной из дачниц, по ее мнению, соседи намеренно обработали землю химикатами. В итоге некоторые растения погибли, а плоды других нельзя употреблять в пищу. Что же стало причиной военных действий в садовом обществе Сидоровка, выяснил Егор Орлов. Два соседствующих участка, хозяева которых разожгли дачный конфликт, похожи как инь и янь. Один образцово ухожен, на другом пять лет не было хозяев и здесь совсем недавно вообще невозможно было пройти. Все заросло. Три года назад хозяйка запущенного огорода объявилась. Елена Мироненкова – пенсионер. Не побоялась практически в одиночку поднимать целину. Привлекая за умеренную плату помощников, она смогла благоустроить часть участка. Хотела уже взяться за заросли у забора, но обнаружила. На границе с соседним участком стоит странный запах, а под кустами выжжена земля. Под подозрение Елены Мироненковой попал хозяин соседнего огорода. Он признался правлением, составило протокол. Протокол этот у меня есть. О том, что он использовал именно порошок карбофоса и посыпал. Здесь запах был. Вот два месяца я не могла вообще здесь работать. Карбофос – фосфоорганическое соединение, инсектицид широкого спектра действия. Акорицид. Применялся против комаров, мух, клещей, клопов, паразитов. Сосед не отрицает, что в мае травил этим веществом бабочек-боярышниц, осаждающих растительность вдоль забора. Но на чужой территории ничего не делал. Кто сказал, вы видели, вы видели, когда мы разводили, вот за это вы говорите. Вы что хотите, то и можете делать. Теперь с одной стороны всё цветёт, а с другой… Из плодов заметны только яблоки. Часть разбросана по земле, часть ещё на ветвях. Хозяйка участка уверена, они уже впитали яд. Я сейчас его пойду помою, я пойду помою. Сделайте, пожалуйста, скушайте яблоко вот это, которое вы отравили. Уверенный, что яд на территорию соседки не попал, просьбу Елены Мироненковой Рустам Аглиулин выполнил без какой-либо тревоги. К тому же из прокуратуры к нему уже приходили. И ничего противозаконного не обнаружили. В милиции приходили они, вот привели, вот оттуда вышли. Это сразу же я этого с управления, комиссии специально привела живут. А то бы не привела я, специально привела, чтобы они видели, посмотрели. В то, что семья Аглиулиных могла причинить вред, не верят многие. Например, соседи с другой стороны отзываются о них очень положительно. Они всегда подойдут, если тяжело где-то в чём-то, помогут. Если не хватает, допустим, у меня не вырос, урожая нет, они обязательно принесут своё. Сами, наверное, видели, что у неё там творится. У неё нет толкового урожая. Она всегда и огурцами, и помидорами, чем угодно, всегда её угощала. И не знаю, что на неё нашло. Однако мотивы у семьи Аглиулиных всё-таки были, считает Елена Мироненкова. И распутывать дачный конфликт она намерена в суде. Ущерб, нанесённый участку, карбофосом можно компенсировать только так. ИСУ необходимо предоставить суду письменные доказательства, следствующие о том, что химические препараты попали на участок соседа именно по его вине. Следствие чего вызвана порча урожая и почва земли. Поэтому доказательством здесь будет считаться письменное заключение экспертизы. Затраты на проведение исследований тоже можно взыскать с ответчика. Токсикологическую экспертизу делают в двух лабораториях. Управление экологией и Центре гигиены и эпидемиологии. Вот только у экологов нет лицензии на исследование этой группы химических соединений. В Центре гигиены подобное вещество определяют только в воде или пищевых продуктах. Для проведения подобной же экспертизы в почве придётся обращаться в Казань. Телефон приёмной лаборатории 8 843 221 90 00. Егор Орлов, Ленар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.